Митрополит Платон Единственное, кто его не поддержал, вот это на снимке, это его викарий, молодой архиерей, он был в 1917 году в Киеве, рукоположен архиепископ Аполлинарии. И вот этот архиепископ Аполлинария, он покоится в Джорданвилле, и он стал фактически отцом Джорданвилла, потому что именно вся Троицкая семинария, она происходит из монастыря в Джорданвилле. Монастырь основан в 1930 году, как раз когда вот эти разделения имели место. И в 20 веке это век революции, век идеологии, век войн, и соответственно в церкви все это тоже имело место. И когда митрополит Платон умер в 1932 году, то его преемником стал митрополит Феофил, он на групповом снимке крайне сидит в сербской камилавке. И митрополит Феофил, он согласился принять проект, который русские архиереи предложили в Сербии, чтобы создать митрополитчий округа. И в 1935 году в Северной Америке церковь входит в русскую зарубежную церковь на автономных правах. И вот эти 10 лет, что она была в русской зарубежной церкви с 1935 по 1946 год, многое что происходит. Создаются две семинарии, Свято-Владимирская семинария, Свято-Тихоновская. И в Свято-Владимирской семинарии, я думаю, что если спросить людей, почему она называется Свято-Владимирская семинария, мало кто сможет отметить, что потому что в этот год, в 1938 году, было 950-летие крещения Руси. И занимаясь историей, ты видишь определенные фрагменты, что часть этого фрагмента осталась в русской зарубежной церкви, это Свято-Владимирский храм-памятник, и часть этого фрагмента в американской церкви, это Свято-Владимирская семинария, что это было именно видение, что для всех славян, князь Владимир, он должен напоминать о православной вере, что неважно, они говорят по-русски, не говорят по-русски, но вот это именно такой должен быть для них маяк. До этого были две попытки создать семинарию, начиная с патриарха Тихона, они были кратковременные и успехом не увенчались. Так что я надеюсь, что это не путано, то, что я говорю, и не знаю, если формат, как бы регламент позволяет останавливать, спрашивать, если это можно, то я не возражаю что-то прояснить. Итак, 1946 год, совершенно другая ситуация, за годы войны большинство русской зарубежной церкви находилось на территориях стран России и их союзников, кроме США, Канады, Австралии, Швейцарии, Англии, где, в общем-то, зарубежная церковь мало была представлена. И в 1943 году в Советском Союзе архиереи избирают митрополита Сергия патриархом, в Вене собираются совещания епископов русской зарубежной церкви, они это избрание считают неканоничным, в Америке собирается архиерейский собор, они это избрание считают каноничным, поминают патриарха Сергия, митрополита Анастасия, митрополита Феофила. И когда война заканчивается, Советский Союз, союзник Америки, и в этих условиях снова в разговор идет об автокефалии, и подчинение Москве, оно исключает подчинение зарубежной церкви. Значит, что происходит разрыв, и вот это контекст для создания Свято-Троицкой семинарии, что если не было бы этого разрыва, то, может быть, Свято-Троицкая семинария имела бы другое значение, и тоже это указывает на очень высокий градус полемики, очень высокий градус именно самого начала конфронтации. Так что РПЦЗ постанавливает свои епархии, здесь монахи, которые прибыли в Троицкий монастырь, который был малочисленный, он был укреплен монахами из монастыря Владомировой, которое 100 лет в этом году его основание, и он был укреплен тоже монахами, которые прибыли из Мюнхена и через Мюнхен. Так что именно Свято-Троицкий монастырь после Второй мировой войны является самым большим русским монастырем за пределами Советского Союза, больше, чем Новый Малаам, больше, чем Пантелеймон в монастыре на Афоне, до того, что он был укреплен монахами из СССР в 60-е годы. Так что где он находится, Джордан Вилл, это 5 часов от города Нью-Йорк и 5 часов до Ниагарского водопада, центральная часть штата Нью-Йорк, и напоминает среднюю полосу, напоминает Карпаты. Брат Владыки Лавра недавно рассказывал, что Владыку Лавра это очень тишало, что ему это напоминало Ладомирову, что ему было всего 16 лет, когда он оказался вне родной страны. И вот эта икона здесь, написанная архиепископом Алипием, она показывает нашу связь, связь братств преподобного Иова, что она была написана архимандритом Вилл. Кто тоже преподавал в Троицкой семинарии? С самого начала архиерейский сенот русской церкви, он был озабочен тем, что происходит в семинарии, что если читать протоколы заседания сенота, то все время интересуется, кто преподает, что преподается. И вот здесь мы видим очень такое, то, что можно было найти в эмиграции. И в России также старались после войны собрать учебники, написать учебники. И также Джордан Вилли, чтобы именно найти учебники, которые подходили, найти преподавателей. И вот здесь Кирилл Осипович Зайцев, Марит Константин. Он был из Петербурга, экономист и юрист, стажировался в Пальмаматоре. В Пальмаматоре, Владыке Марко, в Гейдельберге. Потом он жил во Праге, в Париже, в Шанхае. Светилиан Шанхайский его рукоположил в пресвитер. И в 1949 году он прибыл в монастырь, в Довел. Потом Николай Дмитриевич Тальберг, да, посередине его. Он тоже окончил императорское училище правоведения, киевлянина. И, может быть, у Булгакова Тальберга, который упоминается, имеет к нему отношение. Он был профессиональным монархистом, легитимистом. И имел дело тоже с немецкими правами тут, когда он оказался в Германии. Потом Иван Михайлович Андреев здесь, да, что он именно психиатр. Он был священником, так что член катакомной церкви. И владыка Алипий, который был вывезен во время войны как костарбайтер. И примкнул к Ладомировскому монастырю в Берлине. И последний – это русский левит, протеерей Михаил Помазанский. Так что он был из семьи священнослужителей. Прошел и духовное училище, и семинарию, и академию. И в довоенной Польше он редактировал официальный орган в Польской церкви «Воскресное чтение». А потом в послевоенной РПЦЗ «Церковную жизнь» в Мюнхене. Так что отец Иоанники в своих воспоминаниях, он очень живо рисует такую динамику. Вот он говорит. «Я помню, мы учились, и какой-то спор богословский среди семинаристов был. И я подошел к отцу Константину. Отец Константин стоял между уроками, стоял с отцом Михаилом. И я спрашиваю, как мне относиться к тому-то отец Константин? Тот сразу, так и так, очень логически. А отец Михаил стоял, и у него была какая-то хитрая улыбка. Глаза блестят, и он так стоит, качая головой, лукаво как-то молчит. И что-то он так сказал, ответил, но видно было, что у него есть что-то в голове, что он нам не говорил. И вот отец Иоанники пишет. Ну, отец Константин, это Невский проспект. Отец Михаил, это приходское деревенское какое-то духовенство. Он и его матушка были совершенно особые. То есть, конечно, вспоминают все время отца Михаила Помазанского. Он считается джордновидским богословом именно. И о нем тоже студенты очень такую теплую память сохранили, как о очень глубоко церковном, скромном, смиренном человеке. И сейчас я немножко перемотаю на несколько десятилетий вперед, к тому времени, который упоминал отец Барфоломей. Это уже мое время. Так что в 90-м году архиерейский сенот РПЦЗ принимает решение о принятии верующих в России под свое окормление. И снова новая волна людей из России наполняется. Если до 90-го года шла речь, если вообще стоит семинарию продолжать, и что она дает, то теперь уже вот так вопрос не стоит. И вот мой класс в Джордан-Вилле в 90-м году было 21 человек. Как бы тогда рухнула Российская империя, сейчас СССР. СССР такая же динамика, люди в совершенно других условиях. И вот этот класс, он тоже представляет, что Джордан-Вилл дает зарубежной церкви, что здесь в центре протеерей Георгий Зеленин. Он, наверное, первый из новой эмиграции построил церковь в Нью-Джерси. Рядом с ним монах Иннокентий, он из Канады, вырос в Троицком приходе. Потом это панихида по митрополиту Илариону, отец Пантелеимон. Он еще родился в Китае в 60-х годах. Ну и я, отец Варфоломею, упоминал из Москвы. А еще кого нету, это Гену Бусыгина. Он вот в левом углу. Он умер бездомным, Царство Небесное в Нью-Йорке. Портодиакон Александр Котлеров в Австралии и Миша Стеблина в Петербурге сейчас. Что вот это такой выпуск Джордан Вилла. Так что вот эти условия именно конфронтации, условия того, что зарубежная церковь сохраняет именно прошлое, они, конечно, тоже привели к созданию идеологии. И Джордан Вилл тесно был связан именно с идеологией, потому что с самого начала русские беженцы стали искать ответ, почему случилось крушение России, что именно произошло. Тем более, что марксизм – это просто теория, которая имеет свои положительные аспекты, но она – это научная экономическая теория, рассматривающая развитие мира через экономические взаимоотношения. Но на почве русской она превратилась в религию, именно что в нетерпимую религию. И отвечая на этот вызов, русские беженцы, они уже в 21-м году на Всезарубежном соборе пришли именно к заключению, что нужно восстановить монархию. И тоже традиционное объяснение, которое дает церковь, что за грехи именно Бог наказывает, за уход от Бога Бог карает. Так что вот это именно формирование идеологии, которая как раз в Джордан Вилле была, вот эта книга русской идеологии ее представляет. Но тоже идеологизация, она имеет проблемы. Она имеет проблемы, потому что она дает часто простые ответы на сложные вопросы. И идеализация имеет склонность, виноват, идеология имеет склонность к идеализации и не дает возможность заниматься историей, не дает возможность, например, до сих пор нету такого разговора, мне кажется, в нашей церковной среде, почему случилась революция социальной причиной, разные причины, которые общество испытывало, что вот это правильно указывать на отступление от Бога, но есть еще тоже исторический момент, который следует честно изучать. И в этом смысле я думаю, что сейчас, в то время, в котором мы живем, в Троицкой семинарии, что история и богословие – это гораздо более надежные опоры для нашего настоящего, чем идеология, потому что история позволяет задавать разные вопросы, она открыта до дискуссий, богословие тоже. И в этом смысле это, я думаю, что время у нас пришло теперь этих двух направлений, нежели идеология. И тоже в церковной среде, конечно, и речь идет, что люди часто смущаются, и какими-то вопросами люди жалуются, и история учит относиться философски, что вот эта именно волшебная фраза, что «Владыка будет скандал», она как бы парализует и священников, и больше архиереев, и не дает развиваться. И занятия историей, занятия именно богословием, они позволяют снять вот эту эмоциональность из каких-то проблем. Так что теперь мы переходим именно к сегодняшнему дню, да, к сегодняшнему дню нашей семинарии. И этой осенью я готовил доклад о богословии преподобного Федора Студита. И так же, как вот сейчас, мне тоже был, я был, ну, как бы приятно удивлен, что то, что я читал его взгляды, подходы преподобного Федора Студита, они мне были очень знакомы. Я думаю, что если преподобный Федор Студит бы встретился с Джорданвильским игуменом, то они бы нашли общий язык. И вот как раз его отрывок из письма, чтобы максимально воплощать в своей жизни Евангелие, это именно вот то, что я вижу в Джорданвиле. Так что вот это приобщение к аутентичной аскетической традиции, оно доступно студентам. Так что вот это то, что я понял из этого, из подготовки этого доклада, что Джорданвиль именно аутентичная аскетическая традиция сохраняется. И мы немножко сейчас ее посмотрим здесь. Это три минуты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В 1627 году византийский император Ираклий, он одержал победу над заклятыми врагами римлян, персами. И казалось бы, что можно уже успокоиться, но 9 лет спустя в битве при реке Ермук в Сирии римляне терпят сокрушительное поражение от людей, которых они считали примитивными погонщиками верблюдов, и вся провинция, вскоре вся провинция Сирии потеряна, и за этим следует Армения, Египет, Палестина, до того, что в ноябре того же 636 года святитель Сафроний, патриарх Иерусалимский, он сдает святой град халифу Амару. И ведь это новая реальность, в которой жил преподобный Максим Исповедник, и это новая реальность Яхун ибн Мансур ибн Сарджуна, которого мы знаем как преподобного Иоанна Дамаскина. И вот в этой новой реальности уже византийская идентичность, уже император, он ничего не говорил уже православным христианам, которые были под властью Рашудинского халифата. Что их связывало, что связывало преподобного Иоанна Дамаскина, что связывало преподобного Максима Исповедника, который был в империи, их связывало именно православие. И вот я думаю, что те условия, в которых мы сейчас находимся, они напоминают это время, что это именно тоже новая идентичность, что нас связывает, какие у нас общие знаменатели. И вот здесь, на этой фотографии, это выпускники 2018 года, как раз после того, что семинария перешла на преподавание на английском языке, их статус в церкви уже спустя, на настоящее время, они не были тогда и подеканами, или диаканами, но именно что уже в настоящее время они служат церкви. И вот это как раз тоже новая веха в Джордан-Вилле, переход на английский язык и тоже формирование новой идентичности. Так что Свято-Троицкое семинарие, в настоящее время в ней на очном отделении обучается 21 студент бакалавриатуре и 12 студентов на магистратуре. Это заведение, которое имеет аккредитацию, и аккредитация, она много нам дает, поскольку церковный организм, он по сути православный, он сохраняет, он консервирует, он консервирует традицию, которую мы приняли от отцов, от апостолов, но при этом бывает, что он консервирует все остальное, примерно как моллюски, которые в камне где-то застыли. Поэтому, когда агентство, которое аккредитует нас, оно заставляет нас проводить какую-то инвентаризацию, оно не говорит нам, что нам преподавать, но оно говорит, кто должен преподавать, что какие у людей, что у людей должны быть квалификации, что в семинарии должны быть деньги, если она принимает студентов, что у нее должны быть условия для проживания студентов, что должен быть педагогический совет. Поэтому, слава Богу, что есть именно вот это аккредитующее агентство, потому что иначе мы в гораздо худшем положении, чем мы сейчас находимся. И это наши преподаватели некоторые, которые, что именно, что они, вот отец Джон Бадакер, он редкий специалист по Ветхому Завету в православном мире, что он православный священнослужитель, и в то же время он специализируется по Ветхому Завету. И все вот эти, кого вы видите, они занимаются саморазвитием, то есть они получают следующие докторские степени, что тоже важно, что они участвуют в конференциях и видят, это дает им то, что они могут использовать в преподавании. В 2018 году у нас была запущена магистрская программа, и вот эта степень Master of Divinity считается стандартным таким дипломом для священнослужителей в Северной Америке. У нас хорошая была бакалаврская программа до этого, но она такая программа, что именно на выживание, потому что человек заканчивает школу, он идет в Джордан-Вилл, он дает свои самые дорогие и стратегически важные годы на Джордан-Вилл. И что может предложить потом зарубежная церковь? Ну, как бы, что он будет нанят группой бабушек, может быть, где-то, да. Но если у него семья, как он может ее содержать? Если у него, скажем, жена, она становится как бы частью этого всего уравнения. И в таких условиях получалось, что ему нужно получать еще профессию, и люди рукополагались и рукополагаются, может быть, спустя 10 лет после окончания, когда все это у них устроится, если вообще жизнь не изменится так, что уже человек уже не может это себе, уже не может это осуществить. А вот эта магистрская программа, она оказалась более таким эффективным путем для рукоположения, потому что она требует уже наличия бакалаврской степени, она более краткосрочная, и, соответственно, если человек получил бакалаврскую степень, ему уже не 18 лет, у него есть, скорее всего, семья, и уже гораздо реальнее, у него есть профессия тоже, скорее всего, и у нас уже пошли сейчас рукоположения, то есть у нас что-то тут щелкнуло в этом смысле, что все время спрашивают, Джордан Вилл, это примерно такой вопрос, как Сталин задал Папе Римском, а сколько у Папы Римского танковых дивизий, все время спрашивают, а сколько Джордан Вилл производит священников, где, покажите нам священников, где они, как бы. Ну вот теперь мы можем показать, что у нас есть тоже и священники, и эта программа, она интересна тем, что мы изучаем русскую зарубежную церковь, изучаем ее примерно так, как сегодня мы о ней говорим, что именно как объект исследования, изучаем тоже ее как антропологическое явление, не просто имена, факты, а именно ее идентичность, ее какие-то, ее самосознание, ее проблемы, ее именно как сильные стороны, то есть откровенный такой идет разговор, и вот этот курс о самосознании русской зарубежной церкви пользуется популярностью, потому что, скажем, не все курсы, то, что я читаю, студенты, они о них говорят, а этот курс, видно, что он, как бы, работает. Так что в этом году мы отмечаем 75 лет семинарии, начиная с 48-го года, узнаете здесь на этом снимке, но их всех объединяет Джордан Вилл. Я думаю, что это, в общем-то, общая такая формация, общий понятейный ряд, что люди могут говорить на одном языке, они служат церкви в большинстве, когда у нас было соединение, конечно, значительно, какая-то часть выпускников, она оказалась вне зарубежной церкви, к сожалению, но большинство этих 390, из этих 390 воспитанников, они именно, они именно, да, то, что я повторяю, служат церкви. И наша троицкая семинария, она уникальное явление для русской зарубежной церкви. Митрополит Калис Вер, он отмечал, что русская зарубежная церковь, она именно сохранила литургию. И все признают, я думаю, и здесь, и в Северной Америке, которую я знаю, что в зарубежной церкви есть традиция истовости, есть традиция литургии, есть традиция монашества, что в Джордан Вилле представлены разные поколения, что там не просто молодая братья, там есть именно разные поколения монахов, что это живой монастырь, это все есть. Но при этом у нас, кроме литургической жизни, мало что происходит, к сожалению. И я не вижу для этого оправданий. И мы тоже отстаем от той реальности, где мы могли бы быть, находясь в современных условиях, на несколько десятилетий. Но при этом мы впереди, может быть, остальной зарубежной церкви по тому, что у нас стараются именно организовать семинарию, тоже стараются все время найти деньги, стараются найти новых преподавателей. И вот это то, что я хотел сказать. И задать тоже вопрос. Зачем нужна русской зарубежной церкви семинария и центр в Джордан Вилле? Спасибо за внимание. Вопрос на литургический. Зачем нужна семинария? Нет, нет, серьезно, вполне. Я хочу услышать, действительно, мне интересно. Да, есть какие-то мнения. Наверное, пускника Жородвилля, отца Алексея, может быть, он. Зачем нужна семинария русской зарубежной? Для русской зарубежной церкви, как. Джордан Вилле. Чтобы производить пастыря, которые служат в церкви. И, милостью Божьей, я закончил семинарию в Джордан Вилле. То, чтобы мы приносили пользу церкви и на приходе, и, как я сейчас умилю, и в молодежной работе. Так что такой вопрос, конечно, интересный. Но понятно, что мы не просто так туда приехали учиться, и не просто провести время эти годы, как отец Андрей сказал, можно сказать, такие золотые годы. когда действительно, ну, то есть, очень важные годы юности или молодости. И для того, чтобы их действительно использовать, чтобы максимально как-то получить духовное образование, чтобы оно было потом, можно было его приносить эту пользу для всех окружающих. Первый вопрос по, ну, если сравнить семинарии вот в Америке и другие православные семинарии, например, в Киеве, там, в Санкт-Петербурге, там есть отделение регенское, иконописное, ну, другие. Вот хотел спросить насчет этих отделений у вас. И второй вопрос по магистровской программе. Кто может поступить на эту магистровскую программу? Студенты, которые заключили семинарию, ну, допустим, в других семинариях, там, опять же, на, там, московское или, там, киевское, или человек, имеющий высшее образование, там, еще один вопрос. Как, ну, как я знаю, например, дипломы семинарии, академии в Санкт-Петербурге, в Москве, ну, это считается, как частные школы, поэтому, не государственного образца, поэтому они, в принципе, не воспринимаются в каких-то государственных учреждениях, именно только в церковной жизни они, может быть, имеют вес. Как обстоит дело с вот этим дипломом магистра, признается ли он государством? Вот такие вопросы мне. Спасибо. Я с последнего тогда начну вопрос, что именно то, что я говорил об аккредитации, как раз это для этого и нужно, чтобы работодатель, когда он смотрит троицкое семинарие, он ему это совершенно ничего не говорит, только наоборот, может быть, даже пугает, что это за человек. И если он увидит, что это аккредитовано независимыми агентствами, как учебное заведение, подтверждающее, что вот то уровень преподавателей, качество преподавания соответствует бакалавру, соответствует магистру, тогда уже по-другому на это смотрят. Поэтому для нас это очень важно, чтобы была аккредитация. Мы можем частно работать для русской зарубежной церкви, и в церкви это будет приниматься, но у нас будет гораздо меньше студентов, и, в общем-то, это очень нежелательный вариант. Так что это есть. Теперь вопрос был о поступлении после семинарии. Ну, после семинарии надо рассматривать, какая семинария, что там преподавалось. То есть это тоже, как бы, приемная комиссия, они смотрят, что за семинарии, какие предметы там были. Я думаю, что это, в принципе, можно поступить на магистратуру, но магистратура только очная, нет заочной. И первый вопрос был про очное и заочное, правильно? А отделение? Ну, вот этого, к сожалению, нет у нас. Это было бы, кстати, в Австралии неплохо или где-то. Я не совсем понял, предпосылка для магистрского курса является только, скажем, бакалавр богословия или другие профессии тоже? Нет, любые, любые, вот те студенты, которые сейчас, которые у меня сегодня в 5 часов должен проводить урок, у них нету как раз никаких богословских дипломов. И это ставит тоже вопрос, что, с одной стороны, бакалавр это более углубленное, с другой стороны, есть, в первую очередь, церковное право, ты должен им тоже как бы дать то, что отец Алексей получал, какие-то основы. Но это нет, это просто бакалавр должен быть у них какой-либо. Спасибо. А вот второй вопрос. Ты задал последний вопрос. Мне кажется, что в своем рассказе ты тоже указал на один-другой аспект, не только служение, производство, так сказать, церковного служителя, но и какое-то самоосознание, то есть себя, осознание себя, зарубежной церкви, историческая, богословская рефлексия такая. Вот у нас, например, можно сказать так, что в другом церкви, например, вот такая рефлексия, что у нас много действительно сконцентрировано на литургии, на монашество, меньше на богословии. Вот и насколько вот, теперь вопрос, насколько ты чувствуешь, что вот эта саморефлексия, насколько она может быть воспринята церковью и служит ли, вот именно в рамках вот этого вопроса, может ли она послужить церкви, или она будет таким академическим занятием, или она будет академическим занятием Джордан-Вильской семинарии и двух-трех профессоров, которые будут, или там студентов, которые интересуются, или все же таки ты видишь какие-то пути, вот рецепт, зарубежный церкви, вот такой саморефлексии. Спасибо, отец Илья, замечательный, замечательный комментарий, вопрос. И у нас студенты как-то пару недель назад меня спросили, а в чем вы считаете главные проблемы в зарубежной церкви? И мой ответ был к коммуникации, общении, что именно, что если мы научимся не смущаться, в смысле, что другой человек видит вещи по-другому, слушать не то, чтобы возражать, но слушать, чтобы понять и, может быть, принять. Если не принять, то объяснить, почему мы это не принимаем, в чем здесь проблема, и с уважением к этому человеку, даже к его ошибкам, которые он допускает, вот это, я думаю, было бы очень здорово. И тут я использовал три слайда из презентации, которую в Джордан Вилле преподаватели делали, я в их числе к 75-летию, это было все о идеологии. И был Владыка Ивов, как раз там сидел в первом ряду, и был мой босс, Владыка Лука. Я сказал, что я как бы говорил в Джордан Вилле о проблемах идеологии, и я не потерял рабочее место после этого еще. То есть, именно указывает на то, что все-таки движение есть, что как раз вот эта реакция тоже зачастую на то, что происходит в окружающем мире, что я бы не хотел быть профессором в университете сейчас. Я рад, что я преподаю в Джордан Вилле, я не преподаю в университете, потому что в Джордан Вилле я могу свободнее высказываться, чем если я бы где-то был в университете сейчас. Да, я думаю так, да. Поэтому в этом смысле, в этом смысле, как раз вот то, что я ощущаю там, что у нас именно время разговора, время... У нас очень разные люди вот в этот курс по церковному праву был диакон, который был на Критском соборе. Он рассказывал о Критском соборе. Потом человек, который занимается украинскими вопросами, который католик, он говорил, как он видит то, что происходит на Украине. То есть, именно что студенты, чтобы они учились, иметь не просто, чтобы мы культивировали какую-то закрытую среду, иначе мы их не подготовим к жизни вне семинария, они будут не жизнеспособны. Мы просто будем их готовить для внутреправославного какого-то общества. Но именно, чтобы они... Они возражали, они учатся, как говорить, как не соглашаться корректно и так далее. То есть, в общем, вот этот разговор, я бы хотел, конечно, чтобы он перелился за Джордан Вилл, и он бы пошел на всю зарубежную церковь, не просто, чтобы люди писали в каких-то группах, сайтах, как они смущены, как их чувства оскорблены и так далее. Потому что это неконструктивно. Чтобы они... И мы к этим людям не найдем дорогу, с которой... Если мы будем только говорить, как человек себя ведет, как он смущает других, и мы никому не поможем. Так что я... Ты меня завел, так что я... Да, мне нравится. Давайте мы можем поговорить. Да. Было еще один вопрос. Александр, да. Такой вот оттенок, каждое духовное учреждение, оно имеет какой-то оттенок, и любое, в принципе, академическое учреждение. Но здесь, собственно, важно, наверное, в то же время, что Джордан Вилл имеет какие-то свои уникальные традиции, и в то же время увезены еще из Российской империи тысячелетние традиции Святой Руси, и в то же время те традиции, которые появились уже в эмиграции, в зарубежья, в том числе традиции тех представителей духовенства, иерархов, которые, может быть, что-то увезли, например, с Балкан. Вот Владыка Аверкий преподавал и был ректором. Насколько мне известно, он учился в Болгарии, в Софийском университете. Вот, что-то, может быть, из Сербии было привезено. Но потом вот это вот еще важно, мне кажется, что любое духовное учреждение, и ну не только, наверное, семинария, академия, может быть, если взять тоже, в том числе и монастырь, есть какие-то вещи, которые не всегда наилучшим образом передаются через книги, даже через аудиторию. Что-то вот просто, что касается бытовой жизни какого-то человеческого отношения. И в этом плане важно, что Джордан Вилли сохраняет, наверное, какую-то вот семейность, такую теплоту нашей зарубежной церкви. Вот. И вы сказали здесь с некоторой критикой про идеологию, я, может быть, с вами тоже соглашусь во многом, но тем не менее, все-таки мысль такая вот пришла, что символично, что все-таки такой серьезный монастырь остался, и вот эти традиции по-чаевски, да, еще, и все-таки что-то вот не затронутое со всем коммунизмом, где мы можем быть уверены, и здесь практическая точка зрения тоже не совсем изучен вопрос, что мы сохранили в зарубежной церкви, и ну, я имею в виду с академической точки зрения, не так много, может быть, изучается, что мы сохранили, чего сегодня не так много, не всегда можно встретить, например, в России, вот, или совсем уже не встретишь, ну, такие тонкие моменты, но тем не менее, не есть, и вот слава Богу, вот, и задам вопрос, собственно, относительно... Спасибо за ответ, спасибо за ответ, Александр. благодарим за доклад, еще раз, и вот вопрос, собственно, тоже схожий к данному вопросу, имеющий отношение, вот, хотел бы уточнить, немножечко, может быть, вы пару слов скажете, богословие Владыки Аверкия, да, и насколько вот оно повлияло, и до сих пор сохраняется, насколько я знаю, книги печатаются, да, до сих пор, вот, и второй вопрос, участие Владыки Илариона в жизни семинарии, семинаристов, вот... Спасибо большое. Я хочу с Владыки Илариона начать, что у Владыки Илариона и у Владыки Лавра у них была какая-то необыкновенная, как же это даже выразить, внимательность к людям, внимательность к людям. Владыка Илариона знал всех семинаристов по именам, и он всегда был к ним, всегда доступен, они могли к нему подойти и просто и с ним говорить обо всем, что им было, что для них было важно, то есть он... И... Поэтому его всегда это интересовало, семинария Владыки Илариона, это тоже была его, ну, часть его формации, где он молодым человеком приехал из Западной Канады туда и вырос, в общем-то, в Джордан-Вилле, так что это то, что касается Владыки Илариона, начал там преподавать библейское богословие, библейскую археологию, которой не было, вот. А насчет Владыки Аверки, это тоже я хочу сказать, что то, что я говорю об идеологии, это то, как я это вижу, это не то, что Джордан-Вильское какое-то новое направление, это то, что я предлагаю просто, как кто я есть. Я думаю, что достаточно людей в Джордан-Вилле, которые как раз именно настроены в поддержку вот этой идеологии, так что это тоже, чтобы не было неправильной картины, такой монархической идеологии, так что это все важно, при том, что это люди, часто американцы, именно что они поэтому приходят в Джордан-Вилл, что им вот это важно там увидеть, да. Так что, говоря о Владыке Аверке, ну, у него были усиленные, конечно, такие эскатологические ожидания, что вот уже скоро должен, уже дело идет все к концу. В 77-м году архиерейский сенот принял решение, это в протоколах говорится, что мы ступили предапокалиптические времена, соответственно, тоже в Джордан-Вилле ничего особо делать не нужно, ведь митрополит Филарет в своем завещании пишет, держи, что имеешь, то есть не надо ничего развивать, главное не потерять, вот как бы, ну, конечно, по Новому Завету это классикой стал его, его учебник Владыке Аверке, литургика, его учебник переиздан, ну, вот как-то вот так. Спасибо, отец Андрей, здесь пришел письменный вопрос о языке преподавания, на каком языке преподается, на английском, на русском, и какая литература на английском языке есть по преподаванию? Ну, у нас, у нас преподавание сейчас по-английски, есть заочное, по-русски, но мы будем тоже его закрывать, потому что зачастую люди живут в Канаде, и просто человеку комфортнее по-русски, а он будет мне звонить где-то вот сейчас в Европе ночью и задавать вопросы, как бы, и в общем-то нету оснований у него, почему бы, он не мог бы учиться по-английски, что у нас два русские, русское направление, английское направление еще немножко есть, вот, а есть все учебники, есть программы у каждого преподавателя, и учебников, в общем-то, чего-то не хватает, но у меня по церковному праву это отдельные статьи на разные темы я даю студентам, нету хорошего учебника по-английски по церковному праву, ну вот так, у других преподавателей, я думаю, лучше дело обстоит. Хочется тоже поблагодарить отца Андрея, спасибо вам большое, я даже какую-то зависть испытываю вашим студентам, что вы так живо и такими разными средствами Они так это не видят, я вас уверен, спасибо. Хорошо, спасибо, что вы исцелили сразу от зависти, но тем не менее, такие живые лица и ну такая жизнь там живет, жительствует в семинарии. Хочется задать вам вопрос, почему в Джордан-Вилле не только исторически? Есть ли у вас общение есть ли у вас общение с местными жителями, потому что ну такое неординарное место, где находится семинария православная русская православная церковь и как идет это почему такое проходит? Спасибо, это в общем-то по-моему больное место как бы у нас, потому что за сто лет Джордан-Вилла по крайней мере когда было раннее поколение, то оно говорило на одном культурном языке с местными жителями, то есть местные жители они очень консервативные, даже если ты приехал из другого конца штата, ты уже чужой, если такие люди как я, которые говорят с акцентом, они вообще уже пришельцы откуда-то из космоса, как бы, но когда монахи работали на земле, то есть это был понятный язык для местных жителей, они все время видели, что те люди весь световой день проводят в поле, им было ясно, когда это прекратилось, уже стало сложнее, и поскольку у нас тоже такая экклезиология, что надо креститься, надо, чтобы прийти в церковь, то мы мало, мне кажется, предлагаем им чего-то помимо вот этого большого пакета, который именно приди, крести, стань одним из нас, и соответственно у нас нету разговора, к сожалению, и это создает, в общем-то, определенную, я бы сказал, ситуацию, оставляя желать лучшего в этом смысле, да, 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 к сожалению, это как я вижу это, да. судьба всех закрытых учебных заведений, да, Московская, Питерская, они тоже живут в своей закрытой. Интересная аналогия, да, с Посаде, да, с Посадской, Посадской их. Свою жизнь, да, тогда тоже, в каждом семинаре свое лицо. Одесская работа, Питерская улица, Московская улица, не знаю, Жорданвильская, скорее, тоже молятся, получается, или работают. Да, у меня студент, вот, как раз два дня назад, должны были быть пять, он говорит, я только один, я очень устал, у нас была на преподобного Герман архиерейская служба, я, говорит, просто пришел, это как такой вестник у Ивова Многострадального, я, говорит, тебе пришел сказать, что я тоже, в общем, уже не в состоянии, один болеет, другой поехал. Германский съезд, третий поехал на западное общество к своим родителям, так что... Поэтому я говорю, что студенты, они, смотрят по-другому на это все. Спасибо большое отец Андрею, такой живой доклад, и прям, как побывали в жердовильской семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,